Сегодня в актуальном интервью мы говорим о главных объектах культурного наследия Ставропольского края, самых охраняемых зонах региона Ковминвод. Говорим и о Пятигорске, об его историческом центре. Сегодня гость студии Дмитрий Кусмачев, заместитель начальника управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия. В студии работает ведущая Марина Мацарская. Приветствую наших зрителей и вас, Дмитрий Георгиевич, у нас в студии. Здравствуйте. Итак, прежде всего расскажите, пожалуйста, о вашем управлении нашим телезрителям, кто еще не знает о существовании такого управления, ваша основная сфера деятельности. Управление Ставропольского края по сохранению объектов культурного наследия было создано в 2015 году. Ему перешли некоторые полномочия Министерства культуры Ставропольского края, и по своей сути оно является региональным органом охраны объектов культурного наследия. Вся деятельность ведется в рамках правового регулирования и осуществлении в своей компетенции нормативно-правового регулирования и государственного управления в области охраны объектов культурного наследия. Ну вот о главных мероприятиях текущего года, которые ваше управление проводило. Давайте об этом. В этом году завершается несколько объектов, а точнее реставрация нескольких очень важных для муниципальных образований, для края в целом объектов. Это работы на 11-й гимназии в городе Пятигорске. Этот объект был школой, он также будет использоваться как школа. Проект представляет собой приспособление для современных требований с сохранением предмета охраны этого здания. Сейчас уже основная масса работ завершена. Проектный институт, осуществляющий авторский надзор и научное руководство за работами, приступили к подготовке отчетной документации. Очень ее ждем, проверим, рассчитываем ввести в эксплуатацию этот объект в этом году. В городе Кисловодске также завершены строительные работы по реставрации объекта культурного наследия. Это первая женская гимназия Васильевой. Там также размещается корпус среднеобразовательной школы. Объект не утратил своей красоты, является очень интересным памятником архитектуры. И в то же время, что немаловажно, послужит дальше именно в тех целях, для которых был когда-то построен. Скажите, ну вот как вы выявляете объекты культурного наследия? Каков подход? Как вообще это все строится, схема? Ну то есть нашли какое-то здание, признали его объектом культурного значения? Я представляю, сколько документации нужно, да? Потом какие-то там реставрационные работы. Как вы берете на карандаш то или иное здание? Это очень интересный процесс. И очень небыстрый. Законодатель определил для этой процедуры 90 рабочих дней. То есть в календарных днях это намного больше. Работа начинается с поступления заявления к нам в управление от любого заинтересованного лица. Физического лица, юридического лица, собственника, просто неравнодушного прохожего. Каждый может обратиться в наше управление. Главное указать актуальный адрес этого объекта для того, чтобы мы смогли его точно идентифицировать. Дальше начинается работа управления. Дальше вот самое интересное и, наверное, самое сложное, потому что здесь нельзя ошибиться. Все различные запросы во все организации, которые имеют какое-либо отношение к этому объекту. Естественно, это архивы, естественно, это муниципалитеты, это музеи, это став крае имущества. Все возможные источники, вся информация собирается, анализируется, собирается целая группа. При необходимости мы привлекаем общественный совет для обсуждения. Бывает так, что члены рабочей группы по нескольку раз выезжают на этот объект для того, чтобы установить либо опровергнуть какие-то сведения, полученные в процессе сбора этой информации. По истечению этого времени, естественно, тогда уже принимается решение о включении, либо не включении этого объекта в перечень выявленных. С этого момента уже определяется статус объекта, который впоследствии может быть изменен только через проведение историко-культурной экспертизы. Ну, скажу сразу, что историко-культурная экспертиза в отношении такого объекта обязательно проводится впоследствии, потому что без этого заключения нельзя его включить в реестр, в единый реестр объектов культурного наследия, когда уже точно мы понимаем, что это памятник. Тогда же определяется его истинное название. Например, сейчас у нас на рассмотрении находится объект тоже в городе Пятигорске. Это дом Карстенса. Достаточно знаменитый человек в городе. Рабочее название этого объекта, да, так и звучит, дом Эраста Карстенса. Но, исходя из исторических данных, которые нам предоставили в музее, мы знаем, что этот объект уже в то время назывался Виллорос. И, скорее всего, после проведения экспертизы этот объект так и будет называться. Получается, что приходится даже за такие тонкости воевать, как название, да, объекта, там, изначальное его название или название сегодняшнего дня, чтобы там он был правильно проименован? Рассматриваются все элементы. Например, допустим, когда работает группа, определяются многие параметры этого объекта. Ну, мы с вами сказали о том, что вот в этом случае установлена прямая связь с неким знаменитым собственником. Бывает так, что объект принадлежал гражданину, ну, о котором ничего не известно, но в этом доме бывал кто-то из знаменитостей. А в районе Кавказских минеральных вод, в нашем Ставрополе, есть очень известный всему миру писатель Михаил Юрьевич Лермонтов. Пушкин не обходил стороной. Ребров имел несколько объектов недвижимости на Кавказских минеральных водах. Соответственно, и гости были такие же. При работе с этими объектами устанавливается еще и уникальность и подлинность использованных материалов. Скажем, были случаи, когда управлением было отказано во включении в перечень выявленных объектов, потому что сам объект уже был очень сильно видоизменен. Фактически он был утрачен. Он никогда не считался памятником, и во время проживания, во время пользования обычная хозяйственная деятельность собственников привела, естественно, к утрате его первоначального внешнего облика. Может быть, этот объект и можно было бы сохранить, восстановить, но, учитывая те переустройства, которые уже были допущены, скажем так, этот объект был потерян для нас. Скажите, ну вот сколько бывает вот таких подобных историй, потому что жители Ставрополя говорят, вот красивый дом в историческом центре, но, к примеру, если он не является объектом культурного наследия, или никто не заявил о том, что он может быть, возможно, объект культурного наследия, как правильно к этому подходить даже с точки зрения какой-то гражданской позиции? То есть гражданин, как не юридическое лицо, да, простое физическое лицо, может ли обратиться к государству для того, чтобы спасти то или иное сооружение, которое, ну, которое он считает, что может быть объектом культурного наследия? В наш адрес можно обратиться, ну, допустим, по телефону, для того, чтобы выяснить, является объект, не является объектом культурного наследия. Вот, если человек хочет заявить о том, что есть объект, который обладает признаками объекта культурного наследия, и хотел бы, чтобы он был рассмотрен комиссией для включения в этот самый перечень, он может просто написать нам письмо. Мы, естественно, его рассмотрим, человек получит ответ, соберем все материалы. Очень важно, чтобы человек, отправляющий это письмо, ну, скорее всего, наверное, так и будет. Человек просто же не будет, наверное, обращаться. Если человек считает, что этот объект обладает признаками объекта культурного наследия, какой-то уникальной особенностью, может быть, в строительной части, может быть, в какой-то истории, вот, он обязательно должен нам об этом сообщить, мы это все проверим. Ну, это первые помощники в нашем деле по выявлению объектов. То есть, просто обычные простые ставропольцы. Обычные простые ставропольцы, да. Ну вот, скажите, сколько в этом году было выявлено вот таких объектов культурного наследия, о которых мы еще не знали? На рассмотрении было их несколько больше, но в перечень выявленных у нас попали 11 объектов, которые, несомненно, обладают признаками объектов культурного наследия. Мы не сомневаемся, что при проведении историко-культурной экспертизы эти объекты попадут в единый реестр объектов. Вот, они уже будут иметь статус памятника. А если говорить об объектах археологии, в этом году выявленных 6. Это отдельная специфика, о ней, наверное, будет тяжелее рассказать, потому что там требуются специфические познания, как правило, инструменты, определенный порядок работ. Вот здесь отдельный гражданин вряд ли сможет выявить объект археологии, потому что он проводится на основании открытого листа, который выдается институтом исключительно лицензиатам, лицензиатам-археологам. Ну да, но в этом плане сложнее, но при учете того, что есть новые выявленные объекты, вот вы говорите о том, что есть какие-то признаки, которые нам говорят о том, что это возможный объект культурного наследия. Как мне, как обычному Ставропольцу, допустим, понять дом, который мне нравится, и который, я думаю, что это какой-то исторический дом, который имеет под собой некие какие-то исторические корни богатые. Понять и разобраться в этом вопросе, прежде чем обращаться к вам. За что можно зацепиться? Первый признак, на который обращают на себя внимание, это возраст. Объекты культурного наследия, они все старше 40 лет. Вот, естественно, если мы говорим о группе Кавминвод, то там в первую очередь доминирует кирпичный стиль застройок. Опять же, материал, его форма, то есть кирпич тех времен, камень тех времен, он имеет определенную структуру. Он был обработан определенным образом, такие методы обработки сейчас уже не применяются. Если более тонко копнуть, то просто по форме кирпича можно определить примерную дату его изготовления. Но чаще на фронтонах зданий были выложены цифры даты его постройки, потому что очень много объектов имеют именно дату завершения строительства под крышей. Все стремились это сделать. Мы можем увидеть 1902 год, как на пушкинских ваннах, 1901 год. Большинство объектов, особенно крупного размера, имеют вот эту отличительную особенность. Плюс, естественно, архитектура. Архитектура к нам пришла, ну, вместе, наверное, с такими знаменитыми архитекторами, как братья Бернардацы, как Уптон, Клепинин. Очень многие гости кавказских минеральных вод, гости, которые приезжают к нам на Ставрополье отдыхать, впервые особенно, удивляются, что такая же мчужина есть у нас здесь. Сейчас внутренний туризм получил новый виток развития. Мы видим, что очень много людей стало ехать к нам. В любую погоду можно увидеть, как люди ходят, фотографируют здания, волей-неволей обращаешь на их внимание и радуешься тому, что удалось сохранить. Ну, да, безусловно, не могу с вами не согласиться. Скажите, ну вот, обычно, как у вас бывает в практике? Все-таки простой гражданин или муниципалитет, или все-таки там лицо, обреченное властью, обращается к вам за сохранением того или иного здания? Большую активность, конечно, проявляют руководители муниципальных образований. В последнее время особенно они настроены на сохранение. Это не может не радовать, прилагают максимум усилий. Мы видим, как они получают поддержку губернатора. В этом году были выделены средства на подготовку научно-проектной документации детской художественной школы, которая находится на проспекте Кирова в городе Пятигорске. Здание с большой историей. Там когда-то выступал Киров, это его основное название. В нем когда-то раньше располагалась в царские времена городская дума. Там же когда-то еще более раньше там находилась пожарная каланча. Здание является угловым, очень интересным как снаружи, так и внутри. Но вот пришло время, которое все-таки внесло свою лепту в сохранность этого здания. В следующем году будет завершена разработка научно-проектной документации. Мы получим ее на согласование. Я уверен, что в течение следующего года мы уже сможем приступить к работам по реставрации этого объекта. Также туда вернется детская художественная школа, то есть здание будет служить своим целям. Скажите, ну вот в этом году вы провели целый цикл так называемых контрольно-надзорных мероприятий. Что это за мероприятие? И как быть с динамикой этих мероприятий из года в год? Контрольно-надзорные мероприятия – это, по сути, проверка соблюдения законодательства. С динамикой здесь есть чем похвастаться. Если мы возьмем период с 2018 года, там за год было проведено 63 проверки в целом по краю. В 2019 этот показатель был увеличен вдвое. Проверок увеличилось до количества 121. В 2020 году мы достигли показателя 443 проверки. На незавершенный 2021 год мы сейчас имеем более 450 проверок по краю. Ну и какое-то время еще поработаем над увеличением этого показателя. Ну вот мы говорили в анонсе насчет Пятигорска, насчет его исторического центра. Что нового откроете для нас, для ставропольцев и для туристов, о которых вы тоже сказали? Руководство города сейчас обратилось к нам с вопросом о возможности разработки границ исторического центра города Пятигорск. Мы встречались с Дмитриевичем Ворошиловым, приглашали на встречу экспертов. Знаю, что работа сейчас потихоньку продвигается. Определены примерные границы исторического поселения, даже не исторического поселения, а исторического центра города Пятигорска. Вот. Сейчас нами ведется работа со списком объектов, которые не являются памятниками, не являются объектами культурного наследия, но являются яркими образцами строительства того периода. Все эти объекты войдут в границы исторического центра и, возможно, впоследствии будут включены в перечень выявленных, будет соблюдена та процедура, о которой мы с вами говорили. Это позволит привести часть города Пятигорска, центральную часть города Пятигорска, к ее историческому виду. Воссоздать историческую среду города Пятигорска. Скажите, ну вот что для этого вам нужно будет? Какая подготовка? Сколько это по времени займет? Так как работа уже начата, я думаю, что в первой половине следующего года мы соберем исходную документацию и уже определим организацию, либо эксперта, который поможет нам реализовать эту идею. Ну вот самые охраняемые зоны, если мы берем регион Кавказских минеральных вод, сегодня, которые вы лично можете выделить. Самые охраняемые зоны наших Кавказских минеральных вод, это, несомненно, самые яркие места притяжения горожан и гостей городов. Это курортные зоны, это лечебные парки. Если мы будем говорить о каждом городе по отдельности, то город Кисловодск, это, естественно, лечебный парк, он является объектом культурного наследия, он является ансамблем, это один из видов объектов культурного наследия. Туда ежегодно едет большое количество людей, есть люди, которые влюблены в этот город, и это все благодаря этому парку. Город Ессентуки своей курортной зоной, своим курортным парком подтверждает отношение города, отношение руководителей города к сохранению объектов. В городе Ессентуки как нигде сохранена именно градостроительная структура, старая, древняя. То есть вот так, как стояли дачи, как стояли усадьбы, так они стоят на месте. Ну, город Пятигорск, мы обсудили с вами его перспективы. Там есть не меньше уже объектов культурного наследия, куда едут в Пятигорск посмотреть и туристы, и ставропольцы, которые никогда не были в столице СКФО. Те же самые строения братьев Бернардацы. Братья Бернардацы, как говорят, что братья Бернардацы построили город, но пройдясь по городу, мы можем видеть, что компанию им составляли не менее знаменитые архитекторы. Тот же самый англичанин Уптон, который приехал и построил очень много объектов. Клепинин, который построил пушкинские ванны, который построил главные нарзанные ванны в городе Кисловодске. Ну, то есть у нас Кавминводы, что не здание, то объект культурного наследия. Ну, практически. Практически, да. Скажите, ну вот самые главные культурные наследия края, которые мы особо бережем, на что нужно обратить нам, ставропольцам, внимание? Ну, наверное, это визитные карточки городов. Это те объекты, глядя на которые, ты понимаешь, куда ты попал. Ну, опять же, вернемся к Пятигорску, Эола Варфа, Орел. Если мы будем говорить за город Кисловодск, это главные нарзанные ванны, питьевая нарзанная галерея, хрустальная струя. Город Есентуки, естественно, грязелечебница Симашка. Город Железноводск, масса бюветов, известных на всю федерацию, может быть, на весь мир. Это Славяновский бювет, это Смирновский бювет. Если брать краевую столицу? Краевая столица, естественно, здесь есть не менее интересные объекты. Библиотека напротив здания правительства. Музей прозрителя в оправе. Если говорить об объектах археологии, это Грушевское городище. Это городище Маджары, которое вообще несет в себе очень-очень много интересных артефактов. Я не знаю, правильно ли это слово на самом деле. Ну, то есть, есть на что нам обратить свое внимание, по сути, да? Вот скажите, если говорить про нас, про обычных рядовых ставропольцев, потому что хочется, чтобы мы тоже участвовали в этом, и причем активно, да? Как мы можем помочь в сохранности объектов культурного наследия? Каким образом мы можем включиться в этот процесс? Ну, такое, я не знаю, может быть, волонтерство отчасти. Вы знаете, управление ведет очень тесную работу с волонтерами. Это очень приятно, потому что волонтеры, в основном, это люди очень молодого возраста. И насколько они проявляют интерес к сохранению объектов культурного наследия, это тоже вызывает только положительные эмоции. Сейчас мы запускаем у себя в своих страничках в соцсетях опрос, что нужно для сохранения объектов культурного наследия. Каждый желающий может проголосовать. То есть, есть определенный выбор критериев. Что было бы нужно? Во-первых, это поможет нам понять, что нужно сделать в первую очередь. Во-вторых, возможно, для тех, кому непонятно, что мы спрашиваем, если человек заинтересовался, он начнет, может быть, понимать некую терминологию. Все равно охрана объектов культурного наследия – достаточно специфическое занятие. И здесь, чтобы понять, что мы сохраняем, что подлежит безусловной охране, а что может видоизменяться, для этого нужно, ну, как минимум, почитать само законодательство. Определить, что такое предмет охраны, что такое его уникальная особенность, что такое приспособление объекта. Уходя в реставрацию и приспособление объекта, мы всегда полагаемся на экспертов, людей, имеющих колоссальные знания, колоссальный опыт. Знаете, есть люди, допустим, в Пятигорске, у меня друзья, которые живут в доме 1907 года. То есть в доме не останавливался ни Лермонтов, ни Пушкин, ни Толстой. Как бы истории как таковой дома они не знают, но про кирпич, который вы говорили, да, и про то, что вот на фасаде дома есть такая цифра 1907, седьмой год. То есть, как бы, как можно понять, допустим, может ли это относиться, этот дом, к объекту культурного значения, я думаю, в историческом центре Ставрополя, тоже в жилых вот таких вариантах, в жилых домах. Может быть, люди также задаются этим вопросом. Многие люди живут в многоквартирных домах, которые имеют статус объекта культурного наследия. Вот. Эти дома были признаны памятниками, исходя из того, что они имеют некие уникальные особенности. Вот, допустим, при строительстве были применены какие-то отделочные, скажем так, элементы фасада, которые сейчас уже точно никто не повторит. Вот. Если люди проживают в подобном доме и хотели бы, чтобы этот дом имел определенный статус, да, пожалуйста, мы ждем заявления, вы можете обратиться. Если у вас есть какие-то архивные данные, вы можете их нам предоставить. Это только поможет рассмотрению вопроса. Соответственно, мы соберем всю имеющуюся информацию, какую только сможем достать, обсудим это дело. И если объект, помимо своего возраста, имеет еще хотя бы несколько показателей, которые позволят нам сказать, что да, этот объект следует сохранять, то объект, несомненно, станет памятником. В другом случае есть не менее важное решение. Это когда объект становится элементом ценной застройки города. Может быть, он ранее был каким-то доминирующим объектом на улице. Может быть, вся улица была построена в этом стиле. И вот, сохраняя эту историю, не придавая статуса объекту, но ухаживая за ним и проводя работы по сохранению его, можно все-таки сохранить этот объект. То есть нужно обращать внимание на Лепнину, на то, что это может быть первый каменный дом на вашей улице и так далее. Правильно? Да. Это могут быть абсолютно разные признаки объекта культурного наследия. Спасибо большое вам, Дмитрий Георгиевич, за участие в актуальном интервью. Приходите к нам еще. Я спешу напомнить нашим телезрителям о том, что Дмитрий Кусмачев, заместитель начальника управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия, был у нас сегодня в гостях в студии. С вами была ведущая Марина Мацарская. И прошу вас, не переключайтесь, оставайтесь с нами на своем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова